Футболисты Ульяновской Волги начали подготовку к новому сезону. В минувший понедельник до ливня состоялось первое предсезонное занятие. Сейчас на просохшем поле продолжают тренироваться местные ребята и игроки на просмотре, а также несколько дублеров. Как отметил пресс-секретарь футбольного клуба, стартовая неделя сбора будет втягивающе-просмотровой. На предстоящий воскресенье запланирована контрольная встреча с Сызранию 2003, а на следующий день спарринг с молодежным составом. И еще, профессиональная футбольная лига разработала проект календаря, согласно которому сезон откроется 17 июля матчами 1-256 финала Кубка России, а начало первого тура чемпионата запланировано на 21 июля. График составлен на 9 клубов, однако ПФЛ не исключает появление 10-го участника. Жеребьевка календаря пройдет в первых числах июля, после чего будет сверстан окончательный вариант. В Ульяновской области открылось первое в России представительство Европейского союза Тхэквондо. Оно будет работать в рамках соглашения между регионом и одной из ведущих спортивных федераций Европы. Также принято решение о том, что наш регион в ближайшее время примет два крупных турнира по пара Тхэквондо. Через 4 месяца на базе региональной школы Тхэквондо пройдет чемпионат России, а в мае 2017-го в Волгоспорт-арене состоится чемпионат Европы. Президент Европейского союза пара Тхэквондо Александр Шлычков подчеркнул, что, цитата, «Открытие в Ульяновске первого в России представительства Европейского союза Тхэквондо – значимый шаг в развитии параспорта всей России. Думаю, пара Тхэквондо станет локомотивом для развития всех паралимпийских видов спорта в регионе, а Ульяновск в перспективе может стать одним из основных российских центров паралимпийского движения». Конец цитаты. В столице Новоспасского района состоялся финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 12-13-летних ребят. На площадку спорткомплекса «Олимп» в течение 6 часов поочередно выходили команды, представляющие Ульяновск и Димитровград, Барыш и Старую Кулатку, Цельнинский Сахарник и Местный Нефтяник. Его тренер, кстати, Афхад Абдулин, считает то, что проведение финала таких футбольных соревнований доверено спасцам, это результат развития юношеского спорта в районе. А другие наставники отметили, что по-доброму завидуют хозяевам, которые имеют возможность тренироваться на прекрасном футбольном поле. Ну а победитель этих соревнований уже в июле в Ульяновске поборется за выход во всероссийский финал.